Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэп, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня, шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всё гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Будет горячо. ЧАТОКИО МУЗИК МОДГОЛ Кидокопагия не так добка представляет. Второе дыхание, или что такое РМ 3.0 Варфейс? Что-то Рокутаген апексом пахнуло. Есть такое, капитан, очевидность. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутаген и, конечно же, Кэпчик. И вот, наконец-то, разработчики Уарфейс созрели до действительно важных нововведений. Мало того, что они решили изменить нам систему прокачки, добавить престижи, так ещё, наконец-то, заявили о новом РМ 3.0. Честно говоря, я в шоке. И должен признать, у Алодусов, при всех их огромнейших недостатках, есть один всё-таки плюс. У этих ребят есть яйца. Или, может, это просто пофигистическое отношение к работе. Если прошлые разработчики даже боялись делать нормальные штурмовые винтовки с темпом выше 600, а уж не говоря о 700, то Алодусы сказали, ГОВНО ВОПРОС! Вот вам Вальчик, вот вам Радончик, вам новый Галильчик. Новые ранги расплюнуть, сделаем тысячу. РМ 3.0 скилловый. Апекс, иди сюда. Этого у них действительно не отнять. Где-то, конечно, это обернётся жопой, но, с другой стороны, кто не рискует, тот не крутит до нас, как говорят варфейсеры. За их решимость я могу им только поаплодировать. И переходим к сути. Вот он прямо передо мной, а у вас, соответственно, надо мной. РМ 3.0. Каждый сезон будет начинаться с калибровки, что весьма нагиб. И, кстати, не просто начинаться с калибровки, а будет учитываться ваш прошлый рейтинг за прошлый сезон, ребята. Да! То есть, если вы в прошлом сезоне играли и достигли, скажем, там, рейтинга Даймонд, то, скорее всего, даже если вы плохо отыграете, вряд ли вас кинет на бронзу. Вы будете либо в Даймонде, либо в Платине, либо где-нибудь ближе к Платине в конце голды. То есть, в любом случае, калибровка будет учитывать ваш прошлый опыт. Кроме того, теперь за каждый дивизион, за переход повышения, будут особые награды и выдаваться ещё будет особая валюта. А для этой особой валюты будет специальный особый магазин, где ничего нельзя будет купить за другую валюту, только за ваш рейтинг-скил. Звучит, сука, смешно, шо пипец. Особенно учитывая то, что у нас, помнится, продавалась нашивка под названием за вклад в киберспорт. В общем, в магазине Том будет продаваться либо устаревшее оружие, либо уникальные скины, которых действительно ни у кого не будет. Первые пару месяцев. Но, может, я и не прав. Посмотрим. Удержаться в мастер-лиге и гранд-мастер-лиге будет непросто. Ну, на самом деле, я думаю, удержаться будет тяжело только в гранд-мастер-лиге. А мастер-лига, скорее всего, она будет плюс-минус аналог первой лиги сейчас. Чуть-чуть посложнее, чуть-чуть, так бы так, позадротистей, да. Но, скажем, тот же даймонд, это точно будет. Первая лига, пятая, вот примерно даймонд там будет. Мастер, это, скорее всего, будет по усилиям, которые будут затрачены. Это может быть не так, это только мои догадки. Это примерно как первая лига, ну, может, вторая, третья. А вот что касается гранд-мастер, там по расчетам разработчиков должны находиться, ну, примерно 100 лучших игроков, самых задротов РМа. Соответственно, ну, туда будет попасть тяжело. Система та же, что и в Апексе, друзья, как вы видите. Хорошие игроки, которые умеренно играют, имеют скиллуху, по-любому доходят до даймонда. Те, кто люто задротят, попадают в мастера. А те, которые мало того, что задротят, так еще и имеют очень высокую скиллуху, и таких же тиммейтов будут в самой-самой престижной лиге. Апекс Придейтор. Да, собственно говоря, в Варфейсе абсолютно та же система. Сама прокачка, может быть, немножко будет отличаться. Ну, возможно, тут будут больше учиться победы, поражения, нежели в Апексе. Мне вот чем нравится в Апексе система, ты можешь не выиграть матч, но все равно продвинуться вперед, потому что ты скиллово играл, ты круто играл. Будет ли такая система в Варфейсе? Хрен знает. Может быть, было бы здорово. На самом деле тогда апать того же, наверное, мастера, ну точно, можно было бы в соло. И ситуации, когда тебе накидали овощи базу в количестве четырех персонажей, и ты такой весь один там тащил, резал, убивал, клатчи брал, но при этом вы слили, она не будет такой обидной, потому что ты все равно получишь свои плюсочки, и все равно продвинешься вперед. Если бы это было так, было бы офигенно. Ну, а что-то, мне кажется, скорее всего, будет такое, что-то больше обычное такое, приземленное, Варфейсовское, одним словом, да. И тем не менее, это не наш RM1-0, не наш RM2-0, это что-то действительно интересное, сочное и прочное. В это куда интереснее, друзья, будет играть. Причем всем, даже самым задротом, тут челлендж. Грандмастер, это, извините меня, очень серьезно. И я подозреваю, что Грандмастер точно будет далеко не первой лигой. Скорее всего, даже мастер будет посложнее. Ну, а в принципе, многие будут обитать в Даймонде, их это тоже будет вполне устраивать. Конечно, нет. Также нам предлагается новый интерфейс, Лидерборд. О, стелуху показать. То самое, примерно, скорее всего, будет, что у нас с гонкой кланов. То есть, самые задроты будет Лидерборд. И я, кстати, подозреваю, что первые десятки, например, так у нас с кланами, будут какие-то особо вкусные призы давать. Но это только моя догадка, такого анонсировано не было. Также у нас ранговая валюта, о чем я сказал. Эксклюзивные ранговые награды. Не совсем понятно, что это такое. Ну, что-то типа такого, как у нас, наверное, дают сейчас за АРМ. Апнул там десятую лигу, тебе такую нашивку дали. Апнул первую, тебе там другую дали нашивку. Вы поняли. Что-то в этом духе, наверное, будет. Оружие, внешность, скины, брелоки, достижения. По оружию сразу понятно, ребят. Ну, рассчитывать на мету, ну, может быть. Ну, может быть, какую-то мету, даже мету-мету прям люди будут получать. Но это будут грандмастеры и, наверное, первая десятка. Не более того. Что касается внешности скинов, брелоков, достижений, разработчики прямо вот, прямо вот, они сказали, что они будут-будут глубоко над этим работать. И мы с ними, ютуберы, пообщались. Что касается прокачки престижей, что касается вот этой рейтинговой системы, мы им предложили, они говорили, что они этот вариант рассматривали, и он тоже им больше всего нравится. Тем, кто крутые престижи апы, тем, кто входит там в грандмастеры, в мастеры, этим людям надо давать уникальные брелоки. Почему брелоки? Потому что любое оружие, будь то нож, пистолет, штурмовая винтовка, дробовик, снайперка, без разницы. Любое оружие, какое бы оно сегодня ни было метовое, через год это говно. Ну, вы поняли, да? Как гонка вооружений в Warface, ребята, все свои, все-все понимают. А вот брелок, он и есть брелок. Ну и что, вот сегодня брелок у тебя есть какой-то, любой там, да, там, 9 лет в Warface. Завтра будет 20 лет в Warface. Но ты все еще можешь поставить брелок 9 лет в Warface. И он будет также актуален. В крайнем случае нет, может быть, в будущем на брелки ведут какие-то статы. Шутка, ну, всякое может быть. Но брелок это такое, что оно не влияет на характеристики, оно устанавливается на любое оружие, и поэтому брелок это самое крутое. Я думаю, что будут прежде всего очень-очень крутые, красивые, престижные брелки, которые прям будут сразу показывать. Вы посмотрите, какие у этого мужика яйца. Большие, сука, надутые. Почему надутые? Как почему, капитан очевидный? Потому что ты целый день сидишь, ты задрочишь, у тебя нет личной жизни, яйца распухли. Так оно и бывает. Да. Интересно было послушать, но мы так и не услышали. Чем же эта новая система лучше старой? Капитан очевидность, эта система во всем лучше старой. Ну, друзья, в самом деле, вот эта калибровка, например, да. Первый месяц, как всегда, маслачизирует всех масляточек, как бы там, ребят, которые пришли вечерком там, с пивасиком посидеть, все. Но на второй месяц уже буквально, они будут чувствовать себя людьми, потому что других после калибровки на второй месяц будет кидать на их лиги. Они как варились на бронзе, сильвере, максимум голде. Они там и будут, они и будут. Задроты с ними не будут катать, понимаете? В этом прелесть. То есть не будет такого, что каждый месяц ты начинаешь с 22 лиги. Нифига подобного. Если ты в прошлом месяце там взял условно даже пятую лигу, допустим, или не знаю там, седьмую, то в этом месяце ты начнешь, если хорошо отыграешь, с этой же седьмой или там с девятой, но нифига не с 22. Вот. А если как бы ты так заходил там вечерком за месяц там пять раз покатать и начал на 22, закончил на 21, то как бы нормально на 22 ты снова и начнешь. И всем будет хорошо. Уже как минимум поэтому эта система круче. Это первое. Второе. Сложность. С одной стороны, она легкая. Она легкая, потому что система, начиная со второго, там третьего месяца, она распределит, кто есть кто, и люди будут играть со своими. Будут расти и переходить более крутые лиги, но они не будут мучить тех, кто пока не играет как они или не хочет в принципе играть, а он играет чисто для развлечения вечерком иногда. И в связи с этим, тут такой момент, что чем выше лига, тем больше, сука, накал страстей будет. Там уже прямо, там уже прямо, сука, будет жестко. Там прямо нагиб. Я думаю, что вот, например, ну если я буду, я вряд не буду много катать, но кто знает, друг, если я решу позадротить, то я думаю, до Даймонда я точно дойду. А вот что касается мастера, там мало того, что надо много играть очень, там еще, наверное, хорошей тимой надо играть, и надо выкладываться, сука, на 200%. Про грандмастеров я вообще молчу. Я думаю, что, кстати, в грандмастера, наверное, даже не все киберкотлеты попадут. Может попадут, может быть, они будут, но если они откажутся от своих обычных фраков, своих этих тренировок, тогда да. Если нет, если они не откажутся, то у них физически времени не хватит. Но в любом случае, в грандмастерах будут самые сука лютые задроты вообще, которые только есть Терема. Они будут, во-первых, очень много играть, а во-вторых, это только те там будут, кто будет очень хорошо при этом играть. Мда. Так что, вне всяких сомнений, новая система лучше. Кому-то она дает нереально сложный и интересный челлендж, а кому-то, извините, дает комфортные условия, чтобы каждый сезон не был таким, что вот вначале по тебе проехались катком, сука, первую неделю по тебе ездят этим катком, ну а потом как бы можешь и поиграть немного. Ну за такое, правда, должны быть очень крутые награды. Кэп, насчет наград я сомневаюсь. Нет, ну там как бы, да, там уникальные внешности, оружие, стены, брелоки, специальные там валюты, все это круто звучит. Я думаю, да, будет неплохо, будет что-то такое эксклюзивное. Но, друзья, поймите, весь этот эксклюзив, так называемый, он на 99% он закончится именно на внешке. То есть, камуфляжные оружия, да, может крутые, даже типа люксовых каких-то вам дадут. Конечно же, скины на персонажей. Да, дадут хорошие скины, аналоги там, топовым там, с высокой стаминой, круто выглядящие. Не спорю, все это будет, я в этом даже не сомневаюсь. Брелоки крутые, может быть. Но рассчитывать на то, что, блин, ты дошел до мастера, и там всем этим мастерам голд пушки выдали, там, донатные, да, самые крутые, какие-нибудь там радонные, кобры и страйкеры, нет, такого не будет, это я даже не сомневаюсь. Что-то выдадут, но это будет, скорее всего, что-то крутое, дорогое, но не влияющее вообще никак на игровой баланс. То есть, практически фри-ту-плей. Мне стало понятно, что ты всю эту движуху одобряешь. Да, Кэр, я одобряю, я очень одобряю это действие. Опять же, хочется, как всегда, сказать, ну, есть такая поговорка старая, хороша ложка к обеду, вот. Сейчас поздно, но лучше, чем никогда, как говорится. И сейчас именно поздно, но лучше, чем никогда. Какую систему, опять же, надо было вводить? Ну, года два назад, да, точно. Года два, да нет, два, три года назад. В девятнадцатом году надо было все это делать. В девятнадцатом, ну, двадцатом край, да, надо было делать. По-любому, вот. Радует, что Алодусы все-таки делают. Алодусы не боятся. Они как-то пытаются там штурмовика поднять ему, наводили всего, рейтинги меняют. Не без косяков, но меняют. Это, кстати, впервые, по-моему, в истории видео, когда я действительно хвалю Алодусов по кругу. Ну, обычно такси-то там, ну, вы сделали пушке неплохой визуал, например, или неплохие ТТХ, но в целом это копипаст. Хотя, сука, здесь же тоже копипаст с Апекса. Но неважно, копипаст, не копипаст, нам-то какая разница? Нам в это играть, а не просто сравнивать с чем-то. И будем надеяться, что это действительно будет годно.